В нашей стране множество соборов, монастырей и церквей посвящено святому имени Николая Чудотворца. Среди них и Никольская церковь деревни Ермолина. 19 декабря, в день святителя Николая, здесь собралось множество прихожан. Я всегда сюда хожу, и поэтому на праздник, конечно, с удовольствием пришла. Вот с внуком, с маленьким. А как все ваши ощущения? Ну, очень радости, светлости, ну, в общем, благодати. В престольный праздник в церкви был совершен молебен и божественная литургия, которую возглавил благочинный церквей Видовского округа священник Михаил Егоров. Мы постоянные прихожане этого храма, потому что это престольный праздник. Вот, и мы всегда бываем в эти дни. Просто хотелось почтить память святителя Николая и батюшку поддержать нашего, хотя мы знали, что будет много народа, но все равно батюшке всегда приятно, когда постоянные люди ходят. Святитель Николай, живший в третьем-четвертом веках, прославился как великий угодник Божий. Поэтому в народе его обычно называют Николаем-угодником. За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их и не перечислить. Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. Великий святой наш Николай угодник-чудотворец. Много чудес, исцелений по молитвам к нему происходят. Если с верой и любовью человек приходит в храм, то обязательно помощь от Николая-чудотворца будет человеку. С какими бы бедными нуждами нашими не приходил человек, всегда от него будет помощь. В праздничный день верующие обращали свои молитвы к благодатным иконам церкви. Причащались, ставили свечи. Очень хорошее ощущение. Тут такая служба, прям благодатная. Выходим с такой радостью, прям очень хорошо служат здесь. Когда я пришел на этот праздник, меня обвело благодатью после службы. Притесился. Вот. Да, все хорошо получается после таких служб.